Сегодня, 26 января, впервые были обнародованы все варианты памятника всемирно известному клоуну Олегу Попову. Своей работой представили 9 скульпторов, каждый из которых постарался передать те чувства и эмоции, которые у них вызывал солнечный клоун. У меня сразу возник образ, что вот этот солнечный лучик, который будет здесь храниться, он будет светиться. Здесь будет лампочка, которая будет ее раскатить свет. Короче, он мне очень дорог, как человек. И он здесь изображен со своей любимой собачкой. Я выбирал на собаке петуху. Мне просто, я опять не делал информацию о том, что получилось. Для меня сегодня, что собаку уже выбрали. Я сделал петуха, потому что мне казалось, что петух для детей забавнее, чем собака. Собака более зачастливая, скажем так, в скульптуре. В последнем выступлении он при этом выступал с клеткой, которая похоже на цирковой купол. И у него, я видела, была картина, где у него там почти сидит голод. Это как бы в этом моменте я хотела показать, что он открывает клетку, и его душа как бы вылетает из этого. И она как бы несет вечную память. И парапеты, как вы говорили, я хотела показать, конечно, да, солнце, не просто прямую, а солнечный голод. Кстати, принять участие в выборе именно той скульптуры, которая появится перед ростовским цирком, смогут все ростовчане. Мы проведем обсуждение, выявляются явно три группы. Это, естественно, гаража, которым не все равно цирк, здание цирка, как он выглядит, естественно, с фасадной стороны. И цирковое сообщество. Здесь отдельная история, да, эти люди разбросаны по всему миру. Как правило, каждый из них выступал многократно в ростовском цирке. Знают ростовский цирк, знают Олега Попова. Вот эти две группы, их надо будет соединить, провести обсуждение. После этого городская комиссия примет решение. То, что мы обсудили, то, что мы с горожанами, с цирковым сообществом, наилучший вариант нашли, мы теперь можем немного поставить в город. Когда именно появится скульптура, пока неизвестно, так как только отливать ее будут три с половиной месяца. Однако Дмитрий Резниченко все же отметил две важные даты, которым памятник уже будет установлен. День рождения Олега Попова и 60-летие здания ростовского цирка.